Фрапучино. Стоит 5 евро. Нехило. Блин, это так вкусно. Все для тебя, дорогая. Хорошо так, господи. Хоть и за 5 евро. И пусть весь мир подождет. Друзья, всем привет. Наверное, еще раз. Так, я зашла в Старбакс. Потому что мне уже просто надо было просто тупо присесть. Потому что мои ноги сегодня совсем отказываются ходить. Вот, я купила, короче, от Старбакс. Мое имя. Татьяна. Что, даже правильно написали? Татьяна. Я взяла какой-то Фрапучино. Первый раз в жизни буду пробовать, что это такое. Вот. Стоит 5 евро. Нехило. Я хочу сказать. Но мне уже было все равно. Мне просто нужно было где-то сесть. Уже просто тупо отдохнуть. В конце концов сходить. Нет. Кстати, я еще там не была. Я решила сразу попить. Так, сливки у меня уже куда-то уползают. Блин, вот столики здесь низкие. Мне будут повыше. Ну, что имеем, то имеем. Блин. Блин, это так вкусно. Это холодненькое. Когда я заказывала, кстати, я не знала, что это холодный напиток. Слава богу, что это холодный напиток. Потому что сегодня жарковато. И вот именно кофе горячий я бы, наверное, сейчас с трудом пила. Хотя здесь очень хорошо работают кондиционеры. Здесь прохладно. Слава богу. Вкусненько. Слушайте, потом такое послевкусие кофе. И сливки прикольные. Так, Алина, теперь для тебя. Я, значит, набрала всякой фигни в Старбоксе. Благо тут доступ доступ свободный. Вот это, по-моему, даже не сахар, а заменитель сахара. Но потом вскроешь, короче, посмотришь. Тут и темный сахар, и белый сахар. Все тебе. Все для тебя, дорогая. Надо только это все спрятать. Ладно, я это похоже с третчем. Интересно, а в наших Старбоксах есть? Такая вкусная она. Блин, я бы сливки съела на самом-то деле ложкой. Ложки они не дают. Может быть, можно где-то взять? Ну, и не дело. Хорошо-то как, господи. Хоть и за 5 евро. Да, все безумно дорого. Но... Зато какая красота. Нисколько не жалею, что приехала. Еще раз для себя поняла, что Испания очень мне нравится Испания. Наверное, даже я вот недавно в видео говорила, что Барселона видимо, мой любимый город, а Испания видимо, моя любимая страна. Я уже сейчас понимаю, что я хочу возвращаться в эту страну. мне еще очень много интересных городов и чтобы ее все объездить надо много времени и, к сожалению, много денег. Даст Бог, будет у нас здоровье, и заработаем и еще на Испанию, а может быть и не только на Испанию и так далее. Пока я сижу, отливаю и мне хорошо. И пусть весь мир подождет. сливки все намешиваю. Если сливки нельзя съесть ложкой, их надо замешать в сам напиток. Абсолютно не знаю из чего он состоит, но вкус неожиданно неожиданно Знаете, как растаявшая мороженка с послевкусием кофе. Вот. Наверное, так это можно определить. Блин. Этот намешивай, намешивай. Ничего не видно. А, да. я тут сидела, сидела, думала, пила вкусняшку и надумала, что что я буду просто так зря сидеть, время терять. Я лучше соберу пазлик. Пазлик привезла без коробочки. в процессе сборки вы поймете, что это за пазлик, а потом я объясню, почему именно такой выбор пазла. Поехали! вот такой пазлик я собрала. Ну а теперь собственно пришло время рассказать, почему я выбрала такой пазлик. Пазлик с эйфелевой башней. Я не думаю, что многие знают. Я сама, можно сказать, узнала недавно. Что-то наткнулась на интересные факты о Барселоне. Оказывается, эйфелева башня могла состоять в Барселоне. Когда была всемирная выставка, эйфел предложил эйфелеву башню поставить Барселоне. На что в то время власти сказали нет, нам такое чудо-юдо не надо. Вот. И ее установили в Париже. Она стала символом Парижа. Теперь это самый узнаваемый символ Парижа. Могла бы эйфелева башня стоять в Барселоне и была бы одним из символов Барселоны. Но на самом-то деле Барселона ничего не потеряла в этом плане, потому что у Барселоны своих символов дофига. И у нее тут столько всего интересного. Что хорошо, что тогда много-много лет Эйфелева башня досталась в Парижу. Так что поэтому у меня такой выбор сегодня пасыр собрала Эйфелева башню. Очень красивый пасыр какой-то. Ну все. Всем пока. пасыр 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 Продолжение следует...